итак сегодня опять все здравствуйте что-то напало на меня желание снять сегодня видео как ни странно зачастил сегодняшнее видео будет одном из моих любимых упражнений о котором я могу говорить часами наверно потому что она достаточно эффективно одно из самых эффективных в принципе и при этом при всем достаточно опасно но если выполнять абсолютно правильно можно добиться очень слабых результатов это очень противоречивая спал и такое спорное упражнение по поводу него в интернете нагружена несусветное количество бреда что касается техники выполнения 1 и что касается целевой группы мышц 2 то есть мне не понять почему так потому что как по мне так все очевидно вообще абсолютно в этом движении в этом упражнении и в мышцах которые она нагружает максимально эффективно но почему-то вот так вот сложилось речь сегодня пойдет о пуловере так вот опытным путем а потом и неопытным а а биомеханическим путем сложилось что пуловер я выполняю рекомендую выполнять только в одном варианте есть основное положение пуловера которое определяется положением тела человека либо мы лежим на скамье вдоль либо мы лежим на скамье поперек и я всегда выполнял это упражнение в положении туловище поперек сками не рекомендую ложиться вдоль ну обо всем по порядку начнем вообще в принципе с маленького экскурса да в интернете есть куча информации по поводу того что пуловер качает грудные мышцы ну суть в том что в одних источниках пуловер преподносится как упражнение для спины в других источниках пуловер преподносится как упражнение для груди при всем при этом движение остается одно и то же ну вот если брать в общем до менять столько детали то человек ложится поперек лавки то он ложится вдоль лавки то он выполняет на согнутых руках держит вес то он вес держит там на прямых руках и от этого как бы меняется целевое направление упражнение то есть ну то спину качает в одном положении другом положении накачает грудь вот у меня вопрос если человек допустим дал взять приседания тоже как бы целевое упражнение для ног и вот мы возьмем на вот мы приседаем на двух ногах да это приседание длину и по этой логике пупке получится что если мы допустим мизинец там на какой-то ноге оттопырим кверху внутри кроссовка и начнем дальше приседать то это уже будет не для ног да а для голени например ну вот по той же логике как бы распределяется целевые мышцы в полу с помощью упражнения пуловер да вот в сети да не только в сети то есть как по мне бред севой кобылы пуловер работает и с тем и с тем вопрос вот в чем что больше он грузит ни одно упражнение так или иначе не позволяет полностью в идеале изолировать одну мышечную группу ни одно все равно даже если мы сгибаем палец у нас часть ладони напрягается и все остальное то есть точно также бицепс со штангой стоя да когда мы качаем это вроде как бы базовая но как бы вроде как более-менее изолирующие упражнения для бицепса да потому что один сустав только работает но если хорошо посмотреть а в этом базовом движении плечевой сустав будет лабора работать не только локтевой это уже мультисуставное движение плюс ко всему передняя дельта там тоже работает правильно я уже не говорю про то что напрягается трапециевидные грудные пресс ноги чуть подрабатывают этот это я говорю сейчас о сгибаниях со штангой рук да там на бицепс пуловер в принципе вообще по сути глобальное упражнение она вовлекает по поводу плечевого пояса абсолютно все группы мышц какие только можно себе придумать ну зависимости от веса еще могут туши начать работать то есть ну и плюс ко всему как стабилизирующий фактор работает нижняя часть тела таз и ноги но почему каким образом люди используют пловер для грудных мышц если они там просто как синергисты и грубо говоря на вторых ролях на подхвате скажем так уж и рачащих не непонятно то есть стремное достаточно упражнение если им качать грудные мышцы особенно выпрямленных руках до держать вес ну я все потом нарисую объясню и покажу сейчас просто лирика от себя и я считаю я утверждаю что упражнение пуловер в любой его модификации в какой бы чокнутой модификации но не использовалась упражнение пуловер предназначена в первую очередь для развития широчайших мышц спины это ключевая мышечная группа которая в этом упражнении вытягивает максимум нагрузки все остальные работающие группы так или иначе синергисты или помощники для стабилизации того же плечевого сустава туловище и всего остального то есть допустим с помощью пуловера качать грудь да вот допустим человек может на лавочке жать 100 килограмм это целевая нагрузка для грудных мышц в жиме лежа до допустим в пуловере он потянет там от силы 40 какой смысл с этим сороковником качать грудные с помощью пуловера если их можно нормально пробить с помощью жимов 100 килограмм и мало того если грудные способны нервироваться на 100 килограмм то 40 килограмм в пуловере их не включат достаточно для того чтобы они как-то развивались для них это будет недостаточная нагрузка а в пуловере ты больше не потянешь прижиме 100 килограмм поэтому ну то есть вот эти все утверждения не сами себе противоречат в сети вот это вот все описание этого упражнения несчастные мало того если внимательно посмотреть на пуловер сейчас я покажу у меня там компьютер включен то мы заметим одну интересную деталь и так вот наш компьютер сейчас мы будем рассматривать веселые картинки я тут нашел кое-что попробую сейчас приблизить все это дело у нас тут понтовый чувак на первой фотке но он нам сейчас в принципе не нужен потому что не он и нужен сейчас посмотрим итак вот у нас изображены подтягивания узким хватом перекладине если следим за мышкой то плечо под нагрузкой преодолевая сопротивление нагрузки движется по направлению к туловищу да и локоть описывает вот такую дугу вот как широчайшая у нас на расположена точно также локоть срабатывает подтягивания у нас считаются для спины до упражнения смотрим дальше вот опять подтягивания нарисован вот спина выделена все четко опять плечо под нагрузкой ну просто другая картинка да плечо человека движется к туловищу преодолевая отягощение в виде его собственного тела это еще одна картинка иллюстрирующая то же самое а вот наш пулловер только сидя в тренажере вот эти две картинки 3 еще мы здесь видим картина та же плечо преодолевая нагрузку движется к туловищу вот приехали вспоминаем здесь плечо преодолевая нагрузку движется к туловищу траектория здесь плечо движется к туловищу здесь и здесь и траектория та же а объясните мне каким макаром если подтягивание для спины каким макаром пулловер для грудей везде это грубо говоря пулловер это подтягивание лежа только в подтягиваниях отягощение у нас снизу и турник у нас зафиксирован да как бы передача нагрузки сопротивления происходит через турник а в пуловере у нас отягощение лежит прямо на плече без передачи но движение плеча то же самое преодолевая нагрузку плечо со стороны головы приближается к туловищу воду на приблизилась даже здесь наблюдая за этим потом чумаков чуваком мы видим ту же картину плечо из вывернутого состояния у него кошмарный пулловер не зря он так орёт ему наверно больно преодолевая нагрузку плечо начинает двигаться по направлению к туловищу ну и здесь то же самое плечо преодолевая нагрузку от головы начнет двигаться к туловищу положение локтя то же самое как в подтягиваниях там на турнике практически откуда взялось утверждение что пуловер качает грудные мышцы мне непонятно он качает но его нельзя использовать для грудных мышц потому что все равно три четверти нагрузки будут вытаскивать широчайшая вот она ничего так в пуловере не пашет как широчайшая мышца пуловеры подтягивания это одно и то же только тело в этом случае находится в разных положениях едем дальше сейчас я буду рисовать рисовать тоже будет весело и немножко поулыбаемся так наша дощечка для веселых картинок так что то есть я не вижу так наверное будет получше и так я по моему так что дал понять да почему пуловер это упражнение для спины они для груди в основном поехали дальше почему лучше лежать поперек лавки а не вдоль вот мы рисуем лавку это ведь сбоку вот у нас две ножки вот мы рисуем на этой лавке человечка вот у него тут задница спина в прогибе плечевой пояс да там допустим плечи шея голова ну и ноги там куда-то пошли стали человек лежит вдоль лавочки на лавке начинаем мы руками лежит он когда у него вес находится над грудной клеткой надеюсь видно сейчас поближе сделаем когда у этого человечка вес находится над грудной клеткой в принципе нормально распределяется нагрузка на опору допустим на плечи и частично на таз да ну что начнет происходить если наш человечек начнет нагрузку перемещать за голову вот туда и вот у него здесь рука да и рычаг пошел с отягощением вот сюда что произойдет придет смещение центров центров тяжести и прочее прочее нагрузочка у него уже стремится к полу за головой скажите мне пожалуйста где у него будет основная точка опоры скажем так осознанная и что самая паршивая неосознанная осознанная точка опоры у него будет в районе лопаток но есть еще другая фишка неосознанная у него будет в районе головы он затылком будет давить в лавочку соответственно опуская вес за голову он затылком начнет упираться в лавку и тем самым создать критическую нагрузку на шею при достаточно тяжелом весе этот человек будет удерживать этот вес с помощью спины и своей шеи то есть в этом положении в плане безопасности и эффективности работы положение лежа вдоль лавки не канает смотрим дальше рисуем опять лавочку и рисуем опять человечка я предвосхищу вопросы некоторых а если лечь вдоль лавочки голову свесить хорошо задница поясница спина с грудной клеткой лопатки шея голова да и ноги поехали не вопрос опускаем пока вес здесь распределение опоры будет на задницу ноги и лопатки голова в подвешенном состоянии упереться не во что хорошо вес опускаем он туда соответственно нагрузка будет стремиться к полу уже за головой да соответственно всю нагрузку начнут нести на себе плечи голова висит в воздухе шея не страдает но у нас есть одна плар проблема ну одна из у нас есть плечевые суставы которые в этом упражнении очень сильно выворачиваются и несут на себе очень серьезную критическую нагрузку на излом и вот эти вот плечевые суставы нам их от их безопасность нужно чем то компенсировать да критическую нагрузку на плечевой сустав нам нужно компенсировать Компенсировать мы можем только с помощью прогиба в грудной клетке и в пояснице. Для того, чтобы позволить лопаткам двинуться чуть дальше. Для того, чтобы у нас плечевая кость не отрывалась от сочленения с лопаткой. Но у нас есть одна проблема. У нас вот таз, вот здесь вот он, он ограничен в движениях. То есть положение таза на лавочке ограничивает туловище в подвижности. И мало того, а для того, чтобы сохранить целыми здоровыми свои плечевые суставы, придется достаточно иметь подвижным туловище во время полуэра. Мало того, если мы возьмем и посмотрим вот так вот, да, нарисуем. Вид сверху. Вот наша лавочка. Так, интересно. Ага, есть. Вон там вот у нас ноги человечка, да? Тут вот туловище. Тут шея. Тут голова висит. Бог с ней. У нас вот плечи вылетают широко за лавку. И у нас появляется очень неудобное, некомфортное давление возле лопаток. У нас плечевой пояс не получает опоры полностью. А опора у нас получается в виде лавочки только возле позвоночника. что не есть в принципе гуд. Поэтому ключевое положение тела человека во время выполнения и оптимально во время выполнения пулловера вот наша лавочка, вид с торца. И вот наш человечек. Задница, грудная клетка, лопатки, шея, голова. И там где-то ноги. Таз у нас абсолютно подвижен вверх-вниз. Ему ничего не мешает. Шея у нас и голова абсолютно подвижна. Ничего нам не мешает. И ничего никуда не упирается. Шея ничего не угрожает. И при этом лопатки и весь плечевой пояс находятся в нормальном положении, имея опору по всей своей ширине. То есть, если вид сверху, то вот он наша лавочка. И вот туловище нашего человечка. Шея, голова. И вот наша линия опоры. Весь плечевой пояс нормально уложен на лавку. Ему комфортно и нормально. При этом задница у него висит в воздухе, опора на ногах, таз полностью подвижен. И с помощью движения таза мы можем компенсировать критическую нагрузку на плечевые суставы, когда вес опускаем за голову. Едем дальше. Немножко анатомии. как в прошлом видео. Сейчас мы посмотрим на очень интересные вещи. так. Вот у меня тут картинки пооткрыты уже. Те же, в принципе, которые я открывал в прошлый раз. и вот интересно нам посмотреть вот на что. Вот у нас тут на русском более-менее нормально. смотрим. В пуловере у нас участвуют в работе широчайшие мышцы спины. Это мышца, которая вытаскивать будет основную нагрузку. Вот от нее отрезок. Да, обрезок. Вот от нее сухожилие. Это я говорю для тех, кто мне там замечание делал, что я сухожилие называю связками. Еще раз повторюсь, детская привычка просто, когда не делала разницы. До сих пор это вделось в голову. Вот у нас сухожилие широчайшее, да, видно. проходит под сухожилиями бицепса. И вот оно крепится к фронтальной части плечевой кости. Под сухожилиями бицепса. Вот у нас сухожилие грудной мышцы большой. От него вот обрубочек оставили, да? Который сама грудная мышца перекидывалась через сверху сухожилие бицепса. И уходила в принципе в том же направлении, как и широчайшая, только с другой стороны туловища. Еще раз смотрим. Широчайшая крепится к фронтальной внешней части плечевой кости. Грудная крепится к внешней части плечевой кости. Широчайшая под сухожилиями бицепса проходит. Грудная над сухожилиями бицепса проходит. Если внимательно вдуматься в то, что здесь намалевано, то можно понять, что широчайшая мышца спины и мышца груди выполняют одну и ту же основную функцию, только располагаются на разных частях, скажем так, грудной клетки туловища с разных сторон. Функция у них в принципе одна и та же. приведения плечевой кости к туловищу просто по разным траекториям. Но в итоге финальная траектория у них будет одна. Если сейчас ты будешь сидеть и решишь проверить такой факт. Попробуй напрячь грудную мышцу. У тебя автоматически напряжется широчайшая мышца. Напрячь грудную без автоматического напряжения широчайшей нереально. тоже такой факт. Вот. Мало того, широчайшая мышца еще и пронирует плечевую кость вовнутрь к туловищу. Грубо говоря, если мы ну вот она широчайшая мышца как бы слегка поворачивает плечевую кость с внешней стороны в сторону грудной в сторону туловища. джиг вот сюда вот. Вот отсюда вот сюда. Ну за счет опять же ее крепления. Поэтому когда мы стоим в расслабленном состоянии с опущенными вниз руками у нас ладонь всегда повернута к бедру. Потому что грудная мышца и широчайшая мышца провернули плечевую кость в сторону туловища. При этом положение локтя когда мы стоим в расслабленном состоянии у нас всегда слегка назад и наружу от туловища. Это стоит запомнить. Да и вот еще один момент. Вот у нас есть сейчас я открою другую такую же картинку только там более четкий рисунок. Вот у нас написано длинная головка головой мышцы плеча то есть длинная головка трицепса. Есть более четкий рисуночек на эту тему. Вот что мы можем видеть здесь вот у нас сухожилие широчайший под бицепсом пролезло вот сухожилие грудной мышцы а вот у нас пошла длинная головка трицепса она проходит там за сухожилием широчайший и крепится к лопатке скажем так длинная головка трицепса это одна из трех головок трицепса и она единственная которая крепится одним из своих концов к лопатке все остальные крепления остальных головок трицепса находятся на плечевой кости понятно да то есть длинная головка трицепса верхней своей частью не крепится к плечевой кости она крепится к лопатке поэтому когда мы начинаем движение вперед и вверх или в сторону там допустим плечевой костью мы автоматически иннервируем и широчайшую мышцу и грудную мышцу и длинную головку трицепса потому что ее верхнее крепление находится на лопатке вот здесь вот на рисунке почему-то показано я перелопатил кучу источников я так и не нашел конкретное четкое описание подробное вот этого места пересечения сухожилия длинной головки трицепса и широчайшие мышцы вот они пересекаются и именно на этом рисунке нарисовано вот как сращение длинной головки ну сухожилия длинной головки трицепса и сухожилия широчайшей мышцы как частичная то есть она как расслаивается сухожилия трицепса да вот длинной головки Часть его сращивается с широчайшей мышцей, с сухожилием, а часть проходит под сухожилием широчайшей и уходит к лопатке. Это единственный рисунок, на котором такое изображение. На всех остальных источниках, которые я смог найти, везде нет этого сращения, везде сухожилие широчайшей мышцы проходит мимо сухожилия крест-накрест. Мимо сухожилия длинной головки трицепса, и вроде как они не срочены. То есть, если кто-то сможет найти подробное описание вот этого места, и есть ли оно на самом деле это сращение или нет, буду благодарен. Ну, как бы я к патологоанатомам не успел обратиться за такой консультацией. Поэтому, ну, как бы, и вот получается, если посмотреть на сращение, да, допустим, части сухожилия бицепса с предплечьем, вот здесь вот, с фасцией предплечья, то это называется апоневроз, и это место подписано. То вот здесь ничего не написано, хотя нарисовано. И если есть такое на самом деле, то это особенное место, у него должно быть наименование. Ну, как бы, перелопатив кучу источников и в письменном виде, вот в рисованном виде, я не нашел подтверждения больше вот этого вот сращения. Поэтому я в нем сомневаюсь, хотя всякое может быть. Итак, ну вот, все запомнили, да? К чему все это? А это все к тому, что пулловер, это, ну, если можно грубо выразиться, это изолирующее движение для широчайшей мышцы спины. Но так как полностью изолирующих движений у нас все равно не бывает, то там подрабатывают и трицепсы, и грудные мышцы, и дельтовидные, и пресс чуть-чуть, и межреберные, все подряд. Весь плечевой пояс, в принципе, вкалывает нормально, но основную нагрузку вытягивает широчайшие. Чем пулловер уникален? Пулловер уникален тем, как уникальная разводка для грудных мышц. Вот если мы возьмем все мощные упражнения и популярные для грудных мышц, в них участвуют какие группы? Грудные мышцы в основном, трицепсы и дельтовидные. И только в разводках или в сведениях в ПДК или в кроссовере, в сведениях, да, в тех упражнениях, в которых мы пытаемся хоть как-то изолировать грудные, у нас участвуют грудные, дельты и бицепс. Вот пулловер стоит в том же ряду по отношению к другим упражнениям на спину, как и разводки и сведения к остальным упражнениям на грудь. В чем суть? Везде на спину у нас работает спина, ну, широчайшие трапециевидные бицепсы, а в пулловере у нас работают широчайшие трицепсы. В этом его уникальность и в этом его стремность. Потому что вот то место, где пересекаются связочки, ой, сухожилия, вот так вот, это, оно вот самое такое подверженное травмам серьезным. Особенно в положении, когда локоть стремится там к уху, да, кисть уже и запястье уже давно за головой. Еще немножко рисунков. Итак, на выпрямленных руках есть, бывает пулловер, да? Я уже буду рисовать сбоку, вот наша лавочка. Поближе только подъедем. Вот наша лавочка, вот наш человечек лежит. Ну, уже схематически буду его рисовать. Вот его плечевой сустав. И вот у него, скажем так, вот голова. И вот два положения руки, да, рычага или плеча с нагрузкой за головой. Первое положение. Слегка согнутое. Буду рисовать зеленое. Это у нас локтевой сустав. И второе положение. Абсолютно выпрямленное. Как рекомендуют некоторые. Нагрузка в итоге на управляющую мышцу, в принципе, будет практически одинаковой. Вот наша управляющая мышца, это широчайшая. Да, вот она. Но на точку крепления плечевой кости, то есть на плечевой сустав, на опорную точку вот эту, нагрузка будет разная при одинаковом весе. И получается, что чем дальше отрогащение у нас будет от сустава при выпрямленном рычаге, да, при полностью выпрямленной руке, тем больше у нас будет нагрузка на излом в самом суставе. С помощью сгиба в локтевом суставе мы часть этой критической нагрузки с плечевого сустава снимаем. То есть, мало того, если мы можем широчайшую прогрузить 50 килограммами, а при согнутой руке широчайшая будет тянуть 50 килограмм, да, то если мы вытянем, полностью выпрямим руки, то мы максимум держим там 30. Без серьезного риска для здоровья. Вопрос, какое из этих двух положений руки будет эффективнее для того, чтобы нагрузить широчайшую мышцу? Как мне кажется и не кажется, это первый вариант, когда рука согнута. Потому что что так, что так широчайше придется волочить наше плечо к туловищу от головы. Ну, в одном случае у нас будет 50 килограмм, а в другом случае 30. И эти 30 килограмм будут оказывать очень стремную нагрузку на плечевой сустав, почти ломая его через колено, да, вот как вот, вот так взять его и хрустнуть. И мало того, из-за того, что у нас будет критическая нагрузка на сам сустав, травмоопасная, у нас часть иннервации широчайшей мышцы сойдет. И, соответственно, нормально, широчайшая, не проработается. Зато плечевой сустав мы будем ощущать на раз-два, и в начале, и в конце. Нафиг этот цирк. Дальше. Опять лавочка. Опять человечек. Он будет зеленым рисовать, красным плохо рисует уже. Опять человечек. Тут у нас таз. И тут ножки пошли. Итак, рука у нас выпрямлена вверх с отягощением. Нагрузка четко через грудную клетку давит сквозь лавочку в пол. Положение таза у нас в этот момент может быть, в принципе, любым. Хоть здесь, хоть здесь нам по барабану. Но, ну, есть умники, которые рекомендуют во время пуловера, да, когда отягощение выходит за голову. Эти умники рекомендуют в этот момент таз опускать. Вниз. Вот сюда. Ну, вот мы сейчас это положение нарисуем. У нас получается что? При смещении таза вниз. Вот наши коленки опять. Туловище с плечом у нас начинает формировать угол 180 градусов. Вот. И когда мы локоть опустим еще ниже, у нас уже будет отрицательный угол в суставе. Какая нафиг там может быть работа широчайшей мышцы? Там уже плечевой сустав трещит на нет. Еще чуть-чуть, и ему хана. Ну, или обоим. То есть мы вот, когда мы опускаем таз вместе с опусканием веса, мы свой плечевой сустав, как палку, ломаем об колено. Для того, чтобы этого не было. Вот наше исходное положение. Шея, голова. Отягощение. Таз. Ножки. Наш вес, отягощение наше КГ нарисуем. Поехало за голову. Плечо у нас поехало к уху. Предплечье у нас опустилось с отягощением за голову. КГ. У нас меняется угол. Относительно грудной клетки. Вот. Постепенно он увеличивается, стремясь к 180 градусам и потом к отрицательному углу. Для того, чтобы этого избежать, таз поднимается кверху. Ну, не так сильно, конечно. И это позволяет нам опустить вес еще глубже. При поднятии таза равномерно слегка вверх и прогибе грудной клетки, мы позволяем нашим рукам дальше вниз опустить отягощение. И тут ключевой момент. В пуловере нагрузка основная на широчайшие мышцы начинает оказываться только в тот момент, когда наше плечо начинает увеличивать угол между плечом и полом от 90 градусов к параллели. Именно вот этот диапазон начинает грузить широчайшие мышцы. И чем дольше отягощение будет находиться у нас там за головой, тем круче будет нагрузка на широчайшие. Это дольше определяется одной секундой, допустим, дополнительной. Но это серьезный фактор. Мало того, играя грудной клеткой и тазом, мы снимаем критическую нагрузку с плечевого сустава, позволяя лопаткам чуть-чуть продвинуться вперед и вверх, для того, чтобы сустав, не разрывая, позволил плечу опуститься еще чуть ниже и, соответственно, опустить ниже отягощение. И уже из этой точки, когда мы будем двигаться обратно и выведя отягощение примерно там до уровня, до высоты лба, уже можно будет, когда наше плечо вот сюда вот выйдет и отягощение сюда, уже можно будет в этот момент начать слегка приопускать таз, если кому-то так хочется. То есть, запоминаем, таз и грудная клетка у нас начинают играть вверх в тот момент, когда начинает отягощение опускаться за голову. Не ломайте себя скелет. Еще один момент. Например, пулловер. Еще одни детали техники. Помним из подтягиваний, да? Чем ближе локти находятся к туловищу в момент, тяги вертикальные или подтягиваний, тем больше широчайшие растягиваются по бочке грудной клетки. То есть, у них есть, мы с помощью руки уже, вынося локоть вперед, мы уже натягиваем широчайшую. Заводя локоть туда, мы по этой бочке уже натянутую широчайшую еще больше начинаем растягивать. То же самое касается пулловера. Суженные локти позволяют еще более эффективно грузануть широчайшую мышцу спины. Но в этом есть еще один момент. Вот, встанем в расслабленном состоянии, естественно, когда у нас локти чуть развернуты в стороны. Назад и в стороны. Не меняя положение локтей, мы свободно поднимаем руку вверх. Вот, мой локоть смотрит туда. А теперь, я подключил грудные мышцы широчайшие, да? Вот, приведу локти, вот с помощью разворота ладоней, приведу локти вот сюда вот. Или просто их прижму, ладони не буду разворачивать. И вот в этом положении я опять попробую поднять плечо хотя бы до уровня уха. И здесь уже возникает проблема. За счет сопротивления широчайшей мышцы. Мало того, именно в этой траектории надежно ограничена сама траектория движения плеча. Которая за счет сопротивления широчайшей мышцы не позволит нам в этой точке выломать себе сустав. То есть, когда мы суженно держим локти, мы сами себя еще и страхуем от повреждения плечевого сустава. У нас просто ограничена подвижность. И ограничена она серьезным сопротивлением широчайшей мышцы. И опять же, это для нее дополнительная эффективная нагрузка. И такая деталь для тех, кто первый раз пришел в зал, как обычно, начинают рассказывать людям, как надо выполнять упражнения. Всем начинают рассказывать, как надо дышать. И вообще, в принципе, дышать не надо себя никак заставлять. Но я скажу по секрету, если кто не знает. Когда мы вес опускаем за голову, у нас грудная клетка начинает растягиваться. Соответственно, это самое естественное положение для того, чтобы вдохнуть. Поэтому, когда мы опускаем вес за голову, мы вдыхаем. Вот. А вот когда мы начинаем вытаскивать из-за головы отягощение, нам надо выдыхать. Ну, как-то так. Теперь по поводу инвентаря. Ну, то есть, либо гантели там, либо штанги. Сейчас я вернусь там к понтовому чуваку, который был на фотографии. Почему я его назвал понтовым? Сейчас попробую объяснить. Ну, все просто на самом деле. Так. Наша шарманка опять. Ищем нашу хитрую фотографию. С чуваком с гантелью. Вот он. Когда я вижу вот такой вот хват гантелей во время пуловера, меня разбирает и дикий хохот. Человека, который начинает так выполнять пуловер, мне жаль. Вот, смотри. Спина достаточно сильная. Я при весе, вот когда у меня там есть видео для доброжелателей на ютюбе. У меня там есть спина какая-то, да? Так вот, эта спина построена в основном двумя упражнениями. Тяжеленными пуловерами и становой или мертвой тягой. Иногда к этой двойке добавлялась либо вертикальная тяга, либо тяга в наклоне, либо подтягивания. Но подтягивания редко. Основные упражнения, которыми я строил эту спину, это был пуловер тяжеленный. Я в пуловере дошел до 95 килограмм поперек лавки. Выполнял я пуловер с гнутым грифом. Колени мне держали два человека, потому что этот вес меня опрокидывал через голову, через лавочку туда, ногами в сторону гантели, точнее в сторону грифа. Так вот, я весил 107 килограмм, выполнял пуловер с весом 95 килограмм. Повторение на 6, на 7. Вот у этого парнюги в руках гантелька весом килограмм 40. Вот мне интересно, если он ее так держит, вот нижняя часть ее, ему тут нигде ничего не мешает. Ну то есть у нас получается гантель, она как якорь такой, который вот мимо головы вот нужно пронести там, да? А потом нужно еще выпрямить достаточно руки, то есть прокачать трицепс. Это уже будет тут у нас частично французский жим, а не пуловер. Для того, чтобы вот этой нижней частью гантелью не ввалить себе в нос, когда она выходит из-за лба. Мало того, когда-то в детстве, вот в таком положении, когда я держал гантель, упершись в блины, слава богу, с нижней части, вот здесь вот, с той гантели, съехала гайка и 16 килограмм блинов в нижней части грохнулись мне на нос. Хорошо гайка успела слететь уже с носа в этот момент. То есть не надо забывать о том, что мало того, что это неудобное положение, когда ты сможешь качать, делать пуловер с гантелью 50 килограмм, вот это положение будет тебе уже просто обдирать твой лоб, твой нос, твой подбородок, либо ты будешь делать французский жим в этот момент, когда надо будет мимо лица ее пронести. Мало того, гантели штука ненадежная, они любят, умеют разваливаться в самый неподходящий момент. Так вот, мне повезло, что слетела нижняя гайка и просто блины насыпом упали мне на лицо и я смог увидеть под лавочкой пол в этот момент. Если отвинтится верхняя гайка или болт, что там такое, да, вот этот весь комплект нижний вместе с ручкой грохнется ему одним скопом, как кирпичом, то есть на лицо. Ну, если в этот момент, как вот здесь показано, у него еще и затылок лежит на лавочке, ну, что у него останется от носа и от зубов, я не знаю. То есть гантельку мы берем, хватом за ручку, в замок, ладонь на ладонь, точнее кисть на кисть. Вот наша гантель. И мы берем ее не так, ну, вот она, вот уже полуоткрученная. А вот так. И работаем мы с ней, она постоянно, когда будет двигаться мимо нас, вертикально вот так стоять, она будет только за головой. Когда она уже будет проходить мимо лица, ее рукоять уже будет почти параллельно туловищу и полу. Вот это галимые понты. Дальше. Допустим, в в пуловере вот я дошел до 90 килограмм. Если продолжать его выполнять с гантелью, то можно дойти, ну, до 50, это если очень длинные руки. Да, и вот, ну, если есть компактная гантель. Дальше уже как-то 60-70 килограмм гантель в пуловере, ну, как-то это неудобно. Поэтому изначально рекомендую начинать выполнять пуловер уже с грифом. С гнутым, кривым грифом. Вот с такой штукой. Внутренним хватом на внутреннем изгибе. Вот. Ну, если изгибом кверху держать, то ладони сверху. Это будет ширина хвата соизмеримая практически с шириной хвата, если мы будем держать гантельку за руку. Но у нас нам на лицо ничего не падает. Нам не надо руку на руку держать. Нам комфортно. У нас нормально усилие распределяется на гриф с обеих рук. И безопасно. Ну, а вот если все-таки с гантелькой, то я сейчас покажу все варианты. Там с гантелью, с грифом. Сначала сбоку. Ну, а потом со стороны головы. Только для этого мне нужно опустить мои гаджеты. все опустилось слишком низко. Вот наша лавочка с заготовками. еще один момент. Как бы гантельку, когда некому ее подать, хочется как бы взять с пола, да? Ну, и нормально, если мы будем брать ее с пола, потому что скажем так, поднять гантель с той стороны лавочки, если ноги туда смотрят, это как подготовительный этап к самому упражнению. Оно позволяет растянуться нормально, ухватиться за гантельку и вытащить ее в исходное положение. Мало того, если рабочий вес в пловере, как у меня, уже 95 килограмм, никаких финтов ложиться вместе с этим весом не получится. То есть, сначала по-нормальному ложится человек на лавочку, принимает рабочее положение, а потом он берет в руки отягощение. Так вот, для того, чтобы было удобнее брать гантельку с другой стороны лавки, независимо от ее формы, есть такой прибамбас, который называется блин. И вот, если мы возьмем и вот в дырочку блина легко и свободно поставим гантельку. И вот она у нас уже стоит за лавочкой. Ее достаточно легко можно достать уже лежа лопатками на лавке. Вот, берем гантельку другой формы, тоже с такой шишкой, и она тоже прекрасно у нас стоит. Естественно, когда мы заканчиваем упражнение, гантелька у нас опускается за голову, и мы ее просто бросаем на пол. Ну, точно так же, как и гриф. Это мы уберем, это некрасиво. Сейчас я покажу само движение. Так, подальше надо отъехать. В этом движении будет один маленький нюанс, я думаю, все достаточно внимательно его заметят. Вот так. Ложимся. Ложимся на линию плече и лопаток. Все нормально, комфортно, таз у нас висит в воздухе. Достаем гантельку за ручку, вывели ее в исходное положение, можно даже положить, для того, чтобы почувствовать, да, свои там лопатки, нормально лечь. Потом мы ее слегка приподнимаем и поехали. 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 И бросаем. Теперь устроим вид со стороны головы. Немножко. Для того, чтобы можно было увидеть положение локтей. Ставим гантельку. Ложимся. Находим положение своё. Берём гантельку. Раз. И вот. Опять. 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 Теперь тоже самое я покажу с грифом. Обычно гриф туда подаёт. Находясь со стороны вашей головы. так как подавать не ему некому мне придется с ним ложиться и вот здесь я обрисую ключевой момент во всем этом движении наверное заметил как двигался у меня снаряд в руках сейчас я это нарисую вот наша лавочка вот я вот моя голова я сейчас нарисую траекторию движения кисти и своих рук то есть мои кисти автоматически повторяли двигались по той же траектории по которой двигалась и гантель и двигалась штанга вот у нас солнечное сплетение и вот траектория была вдоль тела почти параллельно полу и за голову а что мы видим во всех источниках которые нам пытаются рассказать про полуэр мы там видим вот что выпрямленные руки а теперь объясните дайте мне вразумительное объяснение зачем вес в стартовой точке должен находиться здесь если всю нагрузку мы начинаем ощущать на широчайшую мышцу дай на грудные если кому-то так хочется только тогда когда наше плечо станет примерно 45 градусов относительно линии горизонта объясните мне зачем в холостой фазе мне держать этот вес на черти каких выпрямленных руках то есть мне надо грузить трицепсы держать в статическом напряжении грудные мышцы и дельты для того чтобы просто вот в эту фазу пройти которая в принципе для спины практически никакого значения не имеет просто для того чтобы удерживать вес на определенном большом на почти вытянутом на почти вытянутых руках от туловища зачем это если до этой точки где траектории начинают стремиться одна к другой здесь практически не ощущается работы нафига вот поехали чуть-чуть оторвали да там локти чуть выпрямили чтоб вес скажем так комфортно проходил мимо туловища и все отягощение пошло руки под 90 градусов и поехало отягощение вдоль туловища вдоль лица и уже когда зашло за лоб поехало вниз плечо в пиковой точке у нас будет все равно хоть так мы опускаем хоть так мы опускаем у нас все равно будет оно вот здесь вот только по разным путям и если мы на выпрямленных или на сильно выпрямленных руках будем держать вес мы здесь выполним кучу лишней работы для трицепсов плечей которая им нафиг не нужна мы со спиной работаем это не французский жим это пуловер поэтому вес мы запускаем вдоль тела по нижней траектории практически по горизонтали он проходит лицо и только уже за головой уходит вниз потому что мы работаем не всей рукой нагрузку у нас вытаскивает не вся рука она не должна вытаскивать нам надо максимально снять с кисти с трицепсов нагрузку у нас основную нагрузку несет плечо потому что широчайшее и трицепсы они вот здесь вот находятся на плече широчайшее крепится к плечу и пуловер мы вытягиваем именно плечевой вот этой частью предплечье у нас просто удерживает вес в руках все, зачем нам его лишний раз грузить зачем нам лишний раз грузить плечи зачем нам лишний раз грузить трицепсы просто для того чтобы держать на вытянутых руках или на там почти выпрямленных руках смысл ну и это коромысл потом за голову пускать если основная работа спины будет тогда когда вес начнет опускаться за голову хоть там хоть там поэтому нарисую еще раз траекторию движения снаряда вот наше туловище вот наша лавочка тут голова и вот наше плечо вот наше точнее это плечевой сустав вот наше плечо вот локтевой сустав вот наше предплечье вот наше отягощение и не меняя угол в 90 градусов в локтях мы спокойно это отягощение проводим вдоль грудной клетки лица и только уже потом опускаем за голову все у нас работа спины начнется примерно с этой точки когда вот это вот то есть агощение кажется здесь и нам не обязательно этой точки достигать через эти высоты ну нет вообще в этом смысла и почему 90 градусов потому что как практика показала хват достаточно узкий если мы станем я сейчас руки свои буду показывать вот у нас узкий хват да вот гриф гнутый вот 90 градусов если если я локти плечи сделаю параллельно туловищу то у меня трицепсы лягут на широчайшие а предплечья практически лягут на грудную клетку не при таком положении рук вот при согнутых локтях 90 градусов вот в этой точке в которой я разгружаю свои суставы даю плечевому суставу слегка отдохнуть от нагрузки да вот над солнечным сплетением я могу вполне спокойно и комфортно держать огромный вес в руках и особо не напрягать трицепсы ну и дельты естественно они у меня просто вот уперлись на широчайшие на ребра предплечья легли и все 90 градусов если я взял для удержания в пуловере и выпрямил вот это все у меня все у меня трицепсы напряглись у меня плечи напряглись зачем мне здесь вес удерживать мы не делаем французский жим мы делаем пуловер так про дыхание сказал про тарикторию сказал наверное про пуловер на этом все в принципе да поэтому используют эти вот все фишки это оптимальная биомеханика этого движения травмироваться главное не создавать прямой угол между туловищем ну 180 градусов и тем более не переходить в отрицательный между туловищем и плечом локти держать поуже и выполнять поменьше лишней работы вес уходит за голову таз приподнимается грудная клетка прогибается еще больше для того чтобы лопатка уйти немножко вверх и вперед для того чтобы компенсировать точку разрыва между лопаткой и плечевой костью и в таком ракурсе пуловер превращается в те же подтягивания узким хватом только в горизонтальном положении ну ну и если будет все нормально то когда-нибудь и вам точно так же как и мне при выполнении пловера два человека будут держать вам колени а еще два человека будут вам подавать штангу ну а на сегодня все пока пока